Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы с вами продолжаем заниматься книгой Седер Лам «Взгляд наших мудрецов на библейскую хронологию» в переводе и комментарии моего учителя доктора Хайма Кугенхаймера. Итак, после долгой дороги в дюнах мы имели четыре вступительные беседы с вами, лекции по поводу различных времени, автора, методов, целей и задач книги Седер Лам и сейчас наступило время нам, мы подошли к морю этой книги, к собственному тексту и сейчас мы с вами начнем пробовать воду нежно пальчиками, а потом, видишь, и отправимся в далекое плавание. Итак, пожалуйста, сядьте в удобный в ваших сидениях, нервных, как обычно, прошу, и начинаем читать текст. От Адама до Атопа 1656 лет. И вот их детали. Адам 130, Шет 105, Энош 90, Кейнам 70, Алиэль 65, Ере 162, Ханох 5, Метушелах 187, Лемех 182, и Ноаху было 600 лет, когда начался потоп. Точка. Первое предложение. И на первом же предложении давайте обратимся к таблице, и нам тогда будет легче понять, о чем идет речь. Вот она таблица, которая показывает, что вот было 130 лет Адаму, когда у него родился Шет, и было 135 лет Шету, когда у него родился Энош, Эношу было 90 лет, когда у него родился Кейнам, Кейнаму было 70 лет, когда родился Мегалей и так далее. Вот они, эти цифры, которые приводят с Эдархолам. Точности такие. Если мы сложим все эти цифры, у нас как раз и получится 1556 год. То есть надо сложить все, да, все вот эти промежутки темно-зеленым цветом отмеченные, сколько было каждому представителю вот этих поколений, когда у него родился. И начинающие следующие поколения, если сложить все эти цифры, то получится до Адаму, получится 1056, и 600 лет было Адаму, тогда мы получаем эту цифру 1656. Давайте для наглядности мы ее здесь запишем. 1656. Вот так вот начинается подсчет, из которой получается потом другое магическое число 5181. Это номер года, который мы совсем недавно отмечали. Рошана. Давайте немножечко... Вроде бы, как говорится, все ясно и просто. Вот мы здесь смотрим, все хорошо, 130. Те цифры складываются четко, все точно. Вопросов возникать никаких не должно. Вопросов возникать не должно у среднестатистического обывателя. А вот у думающих людей возникает очень много вопросов. Вопросы очень даже непростые. Для примера, возьмите, пожалуйста, свою собственную семью, родных и близких, и на несколько поколений, как вы знаете, и попробуйте проделать то же самое. Посмотрите, сколько было лет вашему папе, когда вы родились. Если у вас есть дети, посмотрите, сколько было лет вам, когда ваши дети родились. И то же самое поставьте дедушку или прадедушку. И потом посмотрите, если вы можете сложить эту разницу, получится ли у вас какая-то четкая дата, четкое количество лет через поколение. Вы увидите, что это не совсем так получится. В чем тут дело? Дело в том, что есть такой вот большой секрет, тайный, что каждый год состоит из 12 месяцев, оказывается. И имеем ли мы право просто складывать года, при этом абсолютно не обращать внимания на месяц? Смотрите, какая вещь здесь может быть. Первый вариант – это то, что… Первый вариант – это то, что все эти товарищи родились в один и тот же день. Один день. Когда нет проблем складывать их возраста. Действительно, у нас возраст каждого из них будет четкий, и при сложении у нас получится четкая, по крайней мере, хронологическая точка, сколько лет отцетворения мира произошел поток. Прекрасно, замечательно. У нас есть ли у нас такая традиция, что все от Адама до Ноха, и от Ноха до Авраама будет складываться и считаться именно так же, и всех к царей иудейских, что все они есть в один и тот же день. У нас такой традиции нет. У нас есть традиции, что Абрам, Исаак и Иоанн родились не сами. Это традиция Рапардиния. Что касается всего остального, с Адама до Адама, и остальных, которые родились в один и тот же день. А Рушану, в этот день, такого у нас нет. Более того, Талмуд даже из Седыру-Ламы не делает таких выводов, даже не допускает такой идеи, что все они родились в один и тот же день. Поэтому возникает второй вариант. Варианты они все родились в разное время. Если в разное время, то тут опять два варианта. То есть в этом случае у нас был бы хороший 1656 год для потока. Если они все родились в разное время, то какое право мы имеем складывать года, игнорируя месяц? А может быть, мы не игнорируем месяц? То есть, здесь возможны два варианта. А может такое быть, что цифры в Торе уже округлены? То есть, если это меньше шести месяцев, допустим, 120 лет и шесть месяцев и пять месяцев, то 120 лет просто напишется. А в другом случае, там, где, допустим, 130 лет и 10 месяцев, это будет написано 131. То есть цифры могут быть округлены. Тогда где-то мы убираем какое-то количество месяцев, где-то мы прибавляем какое-то количество месяцев. И в итоге, в конце концов, при сложении это балансирует одно против другого. И разница нематериальная. Количество лет становится точным. То есть, округленные цифры, округленные числа возрастов. Это вариант номер один. То есть, утверждать точно, что ему было 130 лет или 130 лет и пять месяцев, или 130 лет и 10 месяцев, мы не можем. Мы можем сказать, что эта цифра округлена. Тогда мы тоже имеем более-менее четкое сложение 1656 года. Однако, если мы предположим, что нет округлений, и все возраста, это четкие возраста, и все эти люди не родились в разное время, у нас никогда 1656 не получится. Это простая элементарная арифметика. Так что здесь даже, в принципе, я надеюсь, ни у кого затруднение не вызовет этот момент. То есть, какой из этих вариантов признает Робиосик? Теоретически может признаваться либо вариант, что все родились в один день, но ни одной книгой стиламудической традиции никогда это не рассматривается вообще как возможность. Единственное, другой вариант остающийся, это то, что числа возрастов округлены до ближайшего года, и тогда может получаться правильная суммарная цифра. Прослойка номер один. Интересный взгляд на вещи, что когда-то пишется столько-то лет, когда его сын родился или столько-то, Робиосик, согласно этому мнению, не делает утверждение, что это абсолютно точная цифра. Но это абсолютно правильная цифра для сложения, чтобы получить конечный результат 1650. Вот такой вот взгляд, такую интерпретацию дает Седор Ламс в своих первых же строчках. Помните, помните округленные числа, возрастов, помните, можем ли мы вообще складывать их года или нет. Эти вещи надо помнить, потому что магическая цифра. 5181 появляется именно на основе всех этих предположений. На каждом шагу сложения должно быть предположение, что или это цифры обработанные, или родились в один тот же месяц, когда количество месяцев разницы в возрасте становится незначительной. Это вот вещь номер один. Я думаю, здесь будет более-менее понятно. Давайте уберем это. Кстати, то же самое будет проделываться, когда будут складываться возраста царей иудейских. Здесь тоже следует отметить очень важную вещь. Вот посмотрите. Обычно по еврейскому закону первого Ниссана начинается отсчет нового года для царей. Это первое. То есть, допустим, царь Икс, назовем его царь Икс, начал за месяц до первого Ниссана свое царствование, взошел на престол. Вот он один месяц, один месяц процарствовал, и потом с первого Ниссана у него начинается Новый год царствования. Если что-то произойдет вот здесь вот, это уже будет говориться на второй год царствования. на второй год его царствования, он в действительности царствовал два месяца. А теперь вообразите себе другую вещь, что его папа, царь Икс, он царствовал до этого времени. В данном случае это месяц до первого Ниссана, это значит, будет у нас первая Эллула, ой, что я говорю, первая Адара. Папе это будет считаться последним годом его царствования, хотя он его не закончил. То есть получается, что часть этого года у нас считается год для Икса, и часть этого года считается для Игоряка. Получается, что вот этот год у нас будет засчитываться как год и для того, и для другого царя. А теперь представьте, вы складываете годы царствования Икса с годами царствования Игоряка, а если у них есть год, который и тому, и тому записался, то у вас результат будет на один год больше, чем нужно. То есть, если это опять должны будут быть специальные методы округления этих годов, чтобы их можно было складывать. То есть не так все просто в действительности. Вроде бы кажется, складываем, складываем, и все улыбаются, и все хорошо, но в действительности все не так просто. Окей, едемте дальше. Едемте дальше. Давайте посмотрим в текст Савералама и почитаем дальше. Ханох похоронил первого человека, Адама, и жил после него 57 лет. Топ-кадр опять ни шагу без графы. Вот, пожалуйста, Ханох. Он похоронил Авраама и жил после него еще 57 лет. Как эта цифра получается, давайте посмотрим. Адам Решон жил в 930 лет. Ханох родился в 622 году. Ханох жил 365 лет. Получались деньги. Это год, в котором умер Ханох. Если мы вычтем от 987,930, у нас как раз и получится 57. То есть это наглядно и просто, поэтому, надеюсь, затруднений это не вышло. Едемте дальше. Дальше говорит нам текст Савералама. Метушеллах. Метушеллах. Митца емей адамам. Метушеллах как раз заканчивает свою жизнь прямо перед макулом. Давайте посмотрим, как это получается. Это тоже важная вещь. Вот наш Метушеллах. Он рождается в 680... Метушеллах. Метушеллах. И живет он. девятьсот девятьсот девять лет. Если мы при опять сложении получаем шесть пять. Здесь следует заметить опять, то есть вроде все хорошо и просто все совпадает, как говорится, с тем, что мы говорим. Но опять, кстати, давайте проверим, автор чарта нашей графы, он четко ли это обозначил. Да, автор обозначил четко. Вот Матушеллах умирает и как раз в этом же вот это подпадает. Замечательно. Замечательно, но давайте немножечко здесь разберем. Единственное, что Робиоси нам здесь утверждает, это то, что это произошло в тот же самый год, когда был потом. Однако, если мы посмотрим в Мидраж, в данном случае это цитируется не одним Мидражом, это цитируется Масахетсан Эдрин, Пэрек Хеллик, 107-я страница, это цитируется, Тосефта Масахетсота, в 10-й главе это цитируется, Мидраж Борисий Краба, это цитируется, а вот Дарабин Атан, если мне не изменяет память, да, и в Иерусалимском Талмуде Моэт Катан, и цитируется также в Мидраж Тиелим. Но во всех этих местах добавляет Мидраж еще несколько прослоек. Мало говорит во всех этих местах, то есть Санедрин, Тосефте, Моэт Катане, А вот Дарабин Атан, Борисий Краба, во всех этих Мидражах говорится, что Мэтушеллах умер за 7 дней до потопа. Откуда берутся эти 7 дней, давайте с вами посмотрим. В действительности строчка в Торе, то, что наталкивает авторов на это заявление. Пожалуйста, Всевышний говорит Ноаху Килаямим от Шива еще пройдет 7 дней, Анохимам Тералар Царбаймьем Арбаймьем Я тогда пошлю дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Потом позже говорится, Парашат Ноах, 7 глава, 10 строчка, И было по прошествии 7 дней Мэй Мабул Гайор и воды Мабула были на воду потопа были на землю. Что это за 7 дней задает Наташ и говорит, дает этим 7 дням очень интересной интерпретацией. Давайте почитаем вот здесь Тосефта Тосефта Сота 10 глава здесь говорится так Твоей Лешиват Аямим и было по прошествии 7 дней и воды Мабула были на земле Умать Ибанше Лешиват Аямалалу в чем значимость этих 7 дней Элу Шиват Емей Аве Лошел Метушел Ахат Садик говорит Тосефта что это 7 дней Траура по праведному Метушел то есть что он умер за 7 дней до потопа дальше говорит это о том что Всевышний дал 7 дней отложил свое наказание в надежде что эти люди сделают шуа и они не сделали для Ахэры другое мнение и было постпрошествия 7 дней в чем величие этих 7 дней и говорит это что Всевышний изменил порядок мира что солнце сходило на западе и садилось на востоке другое мнение в чем значимость этих 7 дней научить вас что Всевышний дал 7 дней еды и питья и сидели то есть сидели и пили он показал им как ме-эйна-олам он показал им прелести жизни и чтобы они знали чего они лишились то есть как говорит Максим Галкин в нашей гостинице есть и спа и жра и выпива вот как раз здесь вот такая вещь что такое прелестное последнее существование мира до потока было люди кайфовали наслаждались чтобы знать чего они потом лишатся посмотрите сколько различных мидрашей по поводу этих 7 дней эти мидраши повторяются как я уже сказал во всех вышеперечисленных источниках а в Седер-Оламе их нету кем это объяснить вот тут очень важная вещь подмечает доктор Гугенхаймер репортует нам Седер-Олам избегает агодического материала который он не может подтвердить используя свой метод анализа строчки единственное что он может доказать им это шелохи то что он умер в тот же год когда был потом судя по всему до потом было бы наверное неправильно полагать что человек который имел самую длинную жизнь и в еврейской традиции праведник погиб в потом но вот этого мидраша про 7 дней что он умер 7 дней до потока и так далее поскольку по методу Рабиоси это невозможно рассчитать из цифр имеющихся предоставленных нам он избегает упоминания таких мидрашей и вот здесь в данном случае это тоже показывается то есть еврейская традиция бесспорно говорит об этом поэтому Рабиоси об этом умалчивает потому что это не является результатом его метода исследования хановы дальше минамабул ада афлага шла шим варба имшана от потопа до разделения языков 340 лет получается получается ноах жил после разделения языков еще 10 лет и Абрама Вину во времена разделения доро флагар то что называется в игре 48 лет и так далее я бы хотел до потопной истории заняться на следующей лекции потому что там будет применение метода дробиоси вы еще более интересной ситуации и мы это нам необходимо будет достаточно времени чтобы рассмотреть а пока как я уже сказал мы с вами рассмотрели первую ручку книги и идея которая за ней говорится что должны быть неким образом некие предположения либо чтобы все родились в один и тот же день во всех поколениях складываемых или же мы должны сделать предположение то что называется по-английски предположение что цифры даты возраста которые даются когда отец имеет своего сына эти возраста округлены потому что нельзя просто игнорировать месяца когда ты складываешь возраста 10 поколений 20 поколений людей в математике такого не происходит форнер для Робиоси это не было тайной и он выражает нам свое понимание этого текста в данном случае большущее спасибо всем на внимание пожалуйста не говорите присылайте ваши комментарии если есть какие-то идеи которые мы хотели поделиться править улучшить расширить и обогатить то что мы обсуждаем здесь говорится воля вашей ваших ответов большое спасибо и всем хорошей недели и хорошего месяца мархеш спасибо 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 Продолжение следует...